На этом уроке вспомним деление натуральных чисел столбиком. Предположим, нам необходимо разделить число 528 на 3. Запишем делимое. 528 это делимое, 3 это делитель. А получить мы должны частное. То есть вот здесь то, что мы получим, называется частное. Запишем делимое и делитель столбиком следующим образом. Сначала пишем делимое. 528. Далее ставим разделительную черту. Одну вертикальную и одну горизонтальную. Далее записываем делитель число 3. И теперь после деления мы будем записывать результат деления, то есть частное, вот сюда. Под делителем. То есть под числом 3. Сначала начинаем делить старшие разряды. То есть старший разряд это сотни. То есть число 5 мы берем. То есть мы должны разделить, попробовать разделить 5 сотен. Вот если 5 сотен не будет делиться, но мы это рассмотрим в следующем примере. Тогда мы будем уже брать какое-то количество десятков, не сотен, а десятков. Начинаем делить. Итак, в данном примере начинаем делить сотни. То есть берем число 5. И пытаемся поделить число 5 на 3. Вот предположим, при делении 5 на 3 мы предположим, что получится 2. Например, пробуем. Предположим, возьмем по 2. Как проверить, правильно ли мы нашли частное отделение 5 на 3. То есть целую часть. Частную. Если 3 умножить на 2, то есть 2 умножить на 3, будет 6. А у нас было 5. То есть получается много. Перебор. Это значит, что по 2 нам не хватит. Почему? Потому что должно было быть число 6. Значит берем тогда меньше. По одному. Возьмем по одному. То есть мы взяли одну целую. Теперь надо посмотреть. Найти остаток от деления числа 5 на 3. Для этого нам нужно вот это неполное частное умножить на делитель. То есть получается 1 и 3, 3. И подписать под нашими сотнями. Число 3. Теперь вычитаем. Что у нас получится тогда в остатке? 5 минус 3 будет 2. Проверим, чтобы остаток был меньше делителя. То есть число 2 это остаток от деления числа 5 на 3. Должен быть меньше самого делителя числа 3. Да, это так. 2 меньше 3. Значит поделили мы с остатком правильно. То есть остаток нашли правильно. И частное. Неполное частное тоже нашли правильно. Значит получаем. Далее в остатке получаем 2. Теперь сносим следующий разряд. То есть число 2 сносим вниз. Ну стрелку можно не писать. Сносим число 2. Получаем 22. И начинаем делить уже вот такое количество десятков. Потому что вот здесь у нас 20 десятков осталось после деления 5 сотен на 3. Да еще 2 десятка снесли. То есть получается уже 22 десятка мы делим. Ну или по другому просто число 22 мы делим на 3. 22 мы делим на 3. Предположим мы мы начинаем проверять сколько получится неполное частное. То есть получается предположим мы взяли по 6. 6 теперь нужно умножить на 3. Получаем 18. Вычитаем. Получаем 4. Проверяем чтобы остаток был меньше делителя. Остаток больше делителя. Значит мы неверное нашли число. То есть получается значит надо взять больше чем 6. Чтобы остаток получился меньше делителя. Попробуем взять по 7. То есть берем по 7. Не по 6 а по 7. 7 умножаем на 3. 21. Вычитаем. В остатке получается 1. Вот теперь правильно. Остаток получился меньше делителя. Значит мы нашли верное неполное частное. 7. Определение числа 21 на числа 22 на 3. Далее сносим число 8. Сносим число 8. Получаем 18. Берем по 6. 6 умножаем на 3. Получается 18. Вычитаем. И в остатке получается 0. Значит нам удалось нацело разделить 528 на 3. И в итоге получается у нас 176. Попробуем поделить например 528 на 6. 528 мы делим на 6. Что получится в итоге. Точно так же. То есть мы должны записать число 528. Поделить его на 6. И начинаем делить. Берем первую цифру слева. То есть старший разряд. 5 сотен. Начинаем делить на 6. 5 на 6 не делится. Потому что 5 меньше 6. Значит сотни мы делить не можем. Значит мы тогда берем уже не одну цифру слева. А две цифры слева мы берем. Начинаем слева делить. Две цифры слева. Получается уже 52. То есть мы делим 52 на 6. Берем по 8. 6 умножим. 48. Вычитаем. Получается 4. Сносим 8. Вот эту следующую цифру. И делим на 6. Берем по 8. 6 умножим. Вычитаем. В остатке 0. Значит 528 нацело делится на 6. И в итоге у нас получается. 888. Идем дальше. Рассмотрим. Предположим деление 4-значного на 2-значное число. Ну предположим. Рассмотрим. Деление 1368 поделим на 2. 19. Поделим на 19. Что тогда у нас получается? Начинаем точно так же. То есть записываем делимое. 1368. 1368. Далее записываем делитель. Делим на 19. Начинаем делить. Единицу берем. Единица на 19 не делится. Значит берем уже 2 цифры слева. 13. 13 на 19 тоже не делится. Значит придется брать 3 цифры слева. То есть получается и делить теперь уже 136 десятков. По сути дела. 136 десятков мы будем делить на 19. И значит будем получать количество десятков. Да. Кстати сразу можно записать сколько у нас цифр получится. Какое число получится? Двузначное, трезначное в результате деления. Если мы будем делить. Вот мы сейчас уже выяснили. Что мы сначала будем делить число 136. При этом получится 1 цифра. Потом мы снесем число 8. Получится второе. Значит уже понятно, что в результате деления 1368. Если оно нацело делится на 19. То получится двузначное число. То есть вот это всегда можно проверять. То есть мы уже будем знать, что здесь должно получиться двузначное число. Итак. 136 мы делим на 19. Берем по 7. Ну пробуем. Если взяли там по 8 много. Значит берем по 7. Если взяли по 6 мало. Берем больше. Ну и так далее. То есть подбираем такое число. Которое в результате умножения на 19. Получится меньше чем число 136 или равное ему. Причем меньше не более чем на делитель. То есть не более чем на 19. Остаток должен быть меньше 19. Итак. Мы взяли по 7. 7 умножаем на 9. Получается 63. 3, 6 запоминаем. 7 на 6. У нас получается 7 на 1 теперь. 7, 9, 63, 6 запоминаем. 7 на 1 будет 7. До 6 запоминали. То есть у нас получается 13. Вычитаем. Вычитаем. Получается 3. И сносим 8. 38 делим на 19. Берем по 2. 2 на 19. Получается 38. И вычитаем. Получаем 0. То есть у нас нацело 1368 делится на 19. И в итоге получается 72. 72. Далее. Попробуем поделить такое число. Какое-нибудь побольше. Ну например. Пятизначное. Пятизначное попробуем поделить на двузначное. Предположим мы хотим поделить 30.590. Мы хотим разделить на 38. 30.590 мы делим на 38. Ну 3 не делится. Берем 2 цифры слева. 30 на 38 тоже мало. Значит берем тогда 3 цифры. То есть получается 305 сотен. 305 мы делим на 38. Берем по 8. Берем по 8. 8 у 8. 64. 4 пишем и 6. Запоминаем. 8 на 3. То есть как обычно мы умножаем. 8 на 8. Потом у нас получается 8 на 3 и так далее. То есть 8 на 8 64. 4 пишем 6. Запоминаем. 8 у 3. 24 и 6. Здесь запоминали. Будет 30. Вычитаем. Из 305 вычитаем 304. Получается единица. Далее сносим число 9. То есть одно число снесли. И после того как мы снесли очередную цифру. Очередной разряд. Мы должны попытаться поделить. То есть после того как мы снесли. Мы должны делить. Теперь мы пытаемся 19 поделить на 38. Но 19 на 38 не делится. Нам мало. А раз 19 на 38 не делится. Надо поставить вот здесь 0. Кстати это еще раз говорит о том. Как проверять сколько в итоге. Какое число получится. Двузначное после деления или трюзначное. То есть если мы начинаем делить 305. У нас получится одно число. Потом после снесения 9. У нас должно получиться второе. Вторая цифра. И после снесения 0. То есть после того как мы сносим 0. у нас получится еще третье то есть у нас получится в результате должно получиться трехзначное число вот мы сейчас его и получаем и так 19 на 38 делится ставим в частном ноль теперь сносим еще одну цифру то есть вот этот ноль мы сносим получается 190 теперь мы должны поделить на 38 берем по 5 5 8 40 4 запоминаем 5 3 15 4 запоминали 19 вычитаем получается 0 то есть у нас получается что число поделилась без остатка на 38 30 590 и получилось в итоге 805 далее попробуем поделить следующее число такое 2820 2808 попробуем поделить на 27 попробуем разделить на 27 берем 2 не делится берем уже две тогда цифры 28 28 на 27 берем по одному 27 1 на 27 будет 27 вычитаем получается 1 сносим ноль проверяем 10 на 27 не делится значит ставим ноль не забываем и сносим сразу еще одну цифру то есть 8 теперь нам надо разделить 108 берем по 4 7 4 28 2 запоминаем 4 до 2 8 до 2 запоминали будет 10 вычитаем получаем в итоге ноль далее попробуем поделить еще одно число а вот такое 2 2412 2412 попробуем разделить на 12 2 не делится берем 24 24 на 12 да уже сразу посмотрим какое должно быть число в итоге то есть 24 при делении на 12 даст нам одну цифру потом мы снесем единицу это будет вторая цифра после деления и потом двоечку будем сносить это будет 3 то есть получится мы уже знаем что мы ждем в результате деления то есть частное должно получиться трехзначным числом то есть получается должно здесь получится трехзначное число и так 24 делим на 12 берем по 2 берем по 2 2 умножаем на 2 будет 4 2 умножаем на 1 будет 2 вычитаем вычитаем при вычитании получается ноль ноль мы можем не писать то есть мы ничего не пишем потому что ноль сносим следующую цифру сносим следующую цифру то есть единицу единица на 12 не делится значит ставить ставим ноль в частном не забываем сносим еще одно одну цифру два и делим на 12 берем по одному 1 на 12 будет 12 вычитаем получаем в итоге ноль таким образом 2412 нацело делится на 12 и в итоге получается 201 1 1 2 7 8 9 10